Мягкое повышение цен на автомобили началось еще в декабре прошлого года, когда были проиндексированы цены почти у 18 брендов. «Шкода» второй раз с декабря месяца переписывает ценники. То есть распоряжение от импортера пришло буквально на днях. Причем этого подъема цены дилеры не ожидали. Рост составил в январе где-то от 2-4% до 4%. А в декабре? В декабре примерно так же 2-3%. В январе 2018 года о росте стоимости машин традиционно объявил «АвтоВАЗ». Причины – удорожание энергоносителей и индексация заработной платы сотрудников. Средневзвешенное повышение составило 2,5%. Таким образом, стоимость седана «Веста» выросла на 15 тысяч рублей, достигнув 569 900 рублей. Седан «Лада Гранта» подорожал на 10 тысяч рублей, практически до 400 тысяч рублей. Кроссовер «Экстрей» будет стоить 614 900 рублей, плюс 15 тысяч. Иностранные производители повысили цены по-разному. Сильнее всего выросли в цене машины, собранные за рубежом. Например, «Сузуки». Все европейские автомобили, начиная с этого года, по приходу в ПТС уже машин, когда будет 2018 года, в среднем от 10 до 15% должны подорожать ориентировочно. Мы таких автомобилей еще не получали, ждем поставку конец января примерно. С увеличением именно утилизационного сбора и, в принципе, все иномарки, собранные не на территории Российской Федерации, должны вырасти в цене как раз в этих пределах. Иномарки, собранные в России, подорожали не так значительно. «Форд относительно Сузуки повысится не настолько много по стоимости. Ну, в среднем подорожание от 3 до 7% в зависимости от марки модели». Впрочем, сегодня в продаже есть автомобили прошлого года, которые можно купить по старым ценам. «Скидки, как правило, у дилеров строятся в виде первой – это премия за сдачу своего старого автомобиля в трейд-ин. Что касается всего остального, дилеры чаще всего делают большое количество подарков, устанавливают сигнализации, делают антикор, стараются предложить защиту, какие-то опции дополнительные и так далее. «Скидки» многие тоже делают денежные, но они, как правило, небольшие. Нужно, опять же, анализировать предложения. То есть, если есть в городе 2-3 дилера одной марки, то, соответственно, надо побывать у всех. Кто выгоднее предложит, там и покупать». По оценкам экспертов, в течение года будет еще два повышения цен. И в итоге за 12 месяцев стоимость машин, собранных в России, вырастет как минимум на 10%. Дальнейший рост будет сдерживать рынок. Проблемы с транспортной инфраструктурой в городах-миллионниках будут сдерживать спрос. «Террас» следит за изменением цен на автомобильном рынке губернии.